Всем привет, с вами компания 3DIY, меня зовут Валерий, сегодня у нас в гостях Стефан. Да, ребят, всем привет. И сегодня мы будем говорить о фотополимерной 3D-печати, ее преимуществах и всяком таком. Путь с экспериментами был очень долгий. Значит, есть вот такая фотополимерная смола, которая каким-то образом отвердевает, да, но каким? Именно этот принтер, он как раз за это и отвечает. Опять же, делюсь с вами вот моим личным опытом. То есть, вот это на данный момент в бокале выглядит, ну, достаточно интересно. Вы можете выстроить в ряд оттенки розового, и они действительно будут все оптически разные. Потому что, на самом деле, рынок фотополимерной смолы, он достаточно скуден. Прям реально эффект стекла, то есть, настолько прозрачный, я офигел, просто у кого-то очки надеваешь. И еще о некоторых лайфхаках поговорим. Да. Стефан нам расскажет. Дорогие зрители, напоминаю, что в нашем магазине вы можете приобрести расходные материалы для FDM 3D принтеров, а также фотополимерную смолу для LCD 3D принтеров. А по промокоду YouTube вы получите скидку в размере 10% на ваш первый заказ. Очень советую воспользоваться всем этим предложением, потому что речь в этом видео пойдет именно об окрашивании фото полимерной смолы. И, как вы видите, в руках она у меня есть, а значит, и в магазине она тоже есть, а значит, это время приходить в магазин, пользоваться скидкой в размере 10% и покупать фото полимерную смолу выгодно. Что ж, в заключении хочу вам сказать единственную вещь. Это то, что на создание этого видеоролика ушло очень много сил, времени и моего опыта. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, оставьте комментарий, как всегда, можете меня в нем разнести, сказать, что я ничего не шарю, что я ничего не знаю, но любая реакция это лучше, чем молчание. Поэтому ставите лайки, пишите комментарии, мы с Валерой смеемся или плачем по настроению, вот, а вы получаете от меня классный опыт и хорошее настроение. И обязательно подписывайтесь на наш канал, прожимайте колокольчик, подписывайтесь на другие наши каналы, а также подписывайтесь на меня. Ну, если захотите. Не обязательно, но, по крайней мере, посмотрите, что я делаю. А мы переходим к нашему видео. Да. Итак, ребят, всем привет снова. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Стефан, я 7 лет 3d печати. Для тех, кто уже меня знает, ну да, я тот самый чувак, у которого протекает крыша в гараже. Да, ничего не изменилось, все стабильно. В общем, смотрите, история какая. Я решил с вами поделиться одним очень интересным своим способом, который я освоил лет так пять назад. Это окрашивание фотополимерной смолы. Да, вот именно такая и именно вот такая. То есть, это бренд и не кубик, прозрачная смола, ничем не примечательная. То есть, выглядит она, если сразу отпечатать, то вот примерно вот так. Да, она немного желтит. Это особенность вот этой фотополимерной смолы. Если вы хотите прям кристально-кристально чистую, как водичку, то на алиэкспрессе есть такие позиции, стоят 6 тысяч за литр. А эта смола сколько стоит? А эта смола стоит ровно в два раза дешевле. Вот, поэтому я беру ее и, кстати, вот сразу, раз уж мы тут делимся какими-то супер-пупер лайфхаками, чтобы убрать желтизну из смолы, можно примерно на литр добавить один миллилитр голубого вот такого вот пигмента, о котором мы будем с вами говорить далее. И тогда вот эта желтизна, она немножечко оттянется. Вот. И так вы получите более интересную, более прозрачную. А зеленить, кстати, не будет? Это получается желтый, это синий. Не-не-не, не будет. Ну, то есть, это вот, по крайней мере, то, что вот я пробовал, и это действительно работает. Так, так, отлично, отлично, но погоди. Мы, кажется, забежали слишком далеко. Значит, есть вот такая фотополимерная смола, которая каким-то образом отвердевает. Но каким? Знают ли наши зрители о том, каким образом вообще отвердевает фотополимерная смола? В общем, смотрите, друзья. Значит, в 3D-печати, как и в любой науке, как и в любом ремесле, есть очень много разных ответвлений. Я думаю, что подавляющее число из вас, кто когда-либо сам пробовал 3D-печать или слышал о ней, знают о такой технологии, как FDM. Валера про неё, я думаю, очень много раз рассказывал. Это наплавление пластика. Вот. И есть ещё, помимо печати металлом и всякими различными другими способами. Спекание порошков там? Да, спекание порошков и очень-очень много всяких, даже печать гелем есть. Вот. Но сегодня мы говорим... С селегоном ты имеешь в виду или что? Нет, в гелии. Знаешь, когда вот в гелии туда добавляют какой-то компаунд и прямо в гелии... Биоорганическое? Да, 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 да. Биоорганическое, да. Ну, я думаю, мы с тобой в этом вопросе не особо компетентны. Ну, мы не медики, конечно. Да, мы не медики, но сегодня будет урок легкой химии. И это всё, да, я к чему веду? О том, что у 3D печати есть разное ответвление. Вот. И одна из них называется DLP или SLA или LCD. Да. Вот. И сегодня конкретно мы будем говорить об LCD-направлении печати. По сути... Извините, извините, да. Систематизируя данную информацию, все эти три названия SLA, LCD и DLP это, по сути, всё печать с использованием фотополимерной смолы. Но эти три наименования обозначают три различных метода, при помощи которых фотополимерная смола отвердевает. SLA это с использованием лазера, DLP с использованием проектора и LCD с использованием LCD-матрицы, типа монитора. Вот. Да. Чё, погнали дальше? Погнали дальше. Почему LCD самая популярная на данный момент технология? Почему она так распространяется среди 3D-печатников вообще? Ответ лежит на поверхности. Это самый дешёвый и самый доступный и самый, наверное, понятный способ для конечного покупателя. Ну, на самом деле, как бы, LCD, да, это действительно самый такой доступный и понятный, но они вот очень граничат вот с DLP. А, и в то же время, кстати, довольно точный, потому что... Да. Потому что матрицы бывают самые разные. 4K, там 8K. Да, 2K, 4K, 6K и даже 8K уже есть на рынке. На маленьком экране очень высокая плотность пикселей. Да. То есть, если вы берёте маленький дисплей вот такого размера, с разрешением 8K, у вас там плотность пикселей будет составлять примерно 30 или даже 20 микрон. А если вы его растянете, конечно, вот на такую жирную, там, 15, 6, я там не знаю, сколько там панель, и даже тот же самый 8K, то у вас пиксель станет больше. И, соответственно, если вы будете печатать две одинаковые абсолютно детальки, то на большом принтере вы получите, ну, чуть хуже, конечно, как бы качество печати, но оно всё равно будет гораздо лучше, чем, там, FDM или какой-нибудь FDM. И ещё мы, кстати, не рассказали, о чём вообще происходит-то со смолой. То есть, вот есть смола, и вот она просто отвердевает, и ещё там есть дисплей. На самом деле технология очень-очень простая, но придумать её, конечно, да, это надо было постараться. У вас есть ультрафиолетовая матрица, которая бьёт лучами света вверх. Из каждого пикселя? Нет. Бьёт матрица, бьёт матрица, потом у вас стоит вот этот дисплей LCD. Он всегда чёрный. И в зависимости от того, что вы печатаете, он какие-то пиксели делает прозрачными. И сквозь прозрачные пиксели у вас, получается, проходит ультрафиолетовый свет, и таким образом фотополимерная смола вступает в реакцию с ультрафиолетом и кристаллизуется. И у вас получается вот такое вот прочное изделие. Это происходит послойно, и вот послойно формируется 3D-моделька. Да. Такая вот, например. Да. Вот. Расскажи про свой личный опыт с фотополимерной смолой и почему для тебя сейчас она становится более выгодной в производстве? Да. За кадром, за кадром. Мне Стефан уже рассказал. Да. Теперь я поделюсь с вами. В общем, смотрите, друзья, какая история. Значит, тот, кто меня знает и тот, кто меня не знает, объясняю. На протяжении очень долгих лет я всегда печатал способом под названием FDM, то есть послойное наплавление пластика. Этот способ прикольный, он бюджетный, с ним можно достичь определенных высот, с ним вообще можно много чего достичь. Вот. Но есть одно но. Изделия всегда получаются не совсем того качества, как бы нам хотелось. И то есть, когда... Там видны следы. Да. Там видны следы печати, слои, так называемые. Может быть, недоэкструзия, может быть, переэкструзия. В общем, очень-очень много таких всяких составляющих, которые может вам существенно усугубить жизнь. И когда в марте случилось то, о чем нельзя говорить, назовем это так, то цены на пластик очень сильно взлетели. А цены на смолы остались примерно теми же. И когда я начал высчитывать, как бы, свою экономику, я понял, что по факту я что смолы трачу на шлем 1 литр, что пластика я трачу примерно 1 литр. Но кардинальная разница заключается в том, это то, что при печати FDM я помимо того, что прожду 2-3 дня шлем, а ровно столько же примерно уходит и на фотополимерную печать. Вот. Но там еще выходит неделя постобработки. Ну, то есть, так, если в бодром темпе. Это еще дополнительные материалы, да? Да, еще в среднем там 2 баллона грунта. Интервью со Стефаном есть у нас на канале. Ссылка в углу экрана. Да, посмотрите. Вдруг кому-то будет интересно посмотреть, какие-то дела. Но, как я и говорил ранее, значит, 2-3 баллона грунта, краска, шкурка, то есть, очень-очень много всех составляющих. Выходит, цена такая. А тут просто залил баночку, все, ты получил свое изделие, немножечко там его ручками затер и в целом все. То есть, грунт, ну, окей. Ну, может быть, там чуть-чуть надо будет побрызгать, и то это не обязательно. Потому что к фотополимеру, на самом деле, краска отлично липнет. Получается, что ты имеешь в виду, что себестоимость модели, изготовленной на фотополимерном 3D принтере и на FDM 3D принтере, получается примерно одинаковой. А в некоторых случаях даже на фотополимерке это выйдет дешевле. По одной простой причине. Потому что, например, даже если мы рассмотрим вот эти вот фигурки, которые я сделал, здесь стопроцентное наполнение. Это именно для того, чтобы вам показать то, что будет дальше. Но можно их сделать пустотелами. То есть, и фотополимерники, простите, и с помощью фотополимерной печати можно сделать толщину стенок гораздо меньше, чем на FDM. А заполнение какое-то подразумевается в случае пустотелой модели? Можно добавлять, а можно нет. Ну, рекомендуется, конечно, добавлять. Но смотри, если ты печатаешь цилиндры, то там оно особо не нужно. А если ты печатаешь вот такие вот хитрые детали, то тут внутри могут возникнуть в некоторых местах углы под 90, и там могут начаться проблемы. Но если сделать тут заполнение, то оно будет просвечиваться, его будет видно. Все-таки она полупрозрачная действительно? Да, она полупрозрачная. И я дальше объясню людям, как сделать вот такое матовое покрытие, как его сделать прям насквозь вот прозрачно. Но сразу скажу, друзья, если вы хотите получить деталь полупрозрачную или, наоборот, прозрачную, всегда нужно печатать именно со стопроцентным заполнением. То есть, засветка всей области. Потому что фотополимер внутри, он отлично пропускает лучи. А матовое делают только внешние стенки. То есть, это вот мизерные шероховатости, которые остались после печати. Да, да. Ладно, отвечу сразу на вопрос. Как, например... О, давай, Валер, твое мнение выслуши. По поводу... Вот представь, что у тебя есть, да, вот такое вот изделие. Как бы ты его сделал, чтобы оно насквозь было прозрачным? Ну, оно имеет очень сложную форму. Если бы оно имело простую форму, то я предположил, что можно было бы, там, не знаю, механически пошлифовать, там, до тысячной, например, как-то там полирнуть ещё, может. Вот. И, может, получилось бы что-то прозрачное. Но, так как тут очень-очень сложная форма, здесь, как бы, с полировкой будут проблемы. Поэтому, вероятно, тут нужен какой-то химический способ. Либо, возможно, возможно, может быть, может быть... Я не особо пользовался фотополимерными принтерами. Вообще ими не пользовался, если честно. Отлично, взор снимаем. Короче, может быть, если окунуть вот эту модельку в фотополимерную смолу, а потом каким-то невероятным образом засветить её так, чтобы новый слой фотополимерной смолы был именно гладкий, а не вот тут всё-таки мелкие пиксели. Да-да-да-да. То, может быть, тогда она станет супергладкой. Чёрт его знает. Слушай, ну, на самом... Или растворителем пахнет? Растворитель, к сожалению, не возьмёт. Блин. Да, то есть, она к этому вещество устойчиво. Но Валера, между прочим, сказал очень дельную вещь. Кстати, вот по поводу вот фотополимера, как ты говоришь, полить. Вот такой способ сейчас распространён на Западе, где люди FDM, печать, макают фотополимер, его засвечивают и получают такую более ровную, интересную структуру. Да. Но на самом деле, друзья, ответ очень простой. Вот эту деталь можно, в принципе, даже не зашкуривать. Её достаточно всего лишь покрыть глянцевым лаком. А-а-а, точно! Можно же использовать баллончик. Да, можно использовать мои любимые баллоны. Да, то есть, вот как бы сейчас, если вот вы посмотрите, да, изделие такое матовое. Но мы вот так берём фонарь и что мы видим? Что оно как бы вот просвечивает всё. И, соответственно, всё, что нам нужно... Ты первую часть, кстати, сказал правильно. Да, желательно, конечно, это всё дело зашкурить. То есть, я вот так и делаю, но там не нужно доходить до тысячных. В смысле, зашкурить, чтобы спрятать... Ну, какие-то вот мелкие шероховатости там вот остались. Поддержки. Вот поддержки, да, вот тут, например, вот остались. То есть, вот здесь у меня, типа, не очень. Да, ну, как бы такое бывает. Потому что там крепились поддержки. Вот. И, соответственно, вот эту вот зону, где крепились поддержки, да, там мы её, конечно же, вышкуриваем 120-кой, 180-кой и 240-кой. Выше, в принципе, фракции нет смысла брать. Будет реально прозрачно. И потом просто, не щадя этот лак, в два-три слоя напыляем именно глянцевый. То есть, матовый. Он вам сделал то же самое, только матовый. Он, конечно, будет более такой... Ну, нужно ещё, наверное, не перестараться, чтобы он не стекал, не затёк во всякие там щели между хвостами. Напыляешь. Первый слой такой, он тебя, как бы, чуть-чуть на пыл такой лёгенький-лёгенький, потом чуть-чуть повышаешь и всё. То есть, когда уже сам ты визуально будешь видеть, что у тебя изделие прозрачное, вот, то... Ну, равномерно. Ну, да, да, равномерно и всё. Он заполняет, получается, вот эти все мелкие щелочки между слоями. Да, и создаёт дополнительный защитный слой, да. И ты получаешь, как бы... Сливается прям всё. Да, да, сливается, да. И так вы получаете абсолютно кристальное изделие, и можно печатать там что угодно. То есть, прозрачные вишенки, бриллианты... На 3D-принтере. Да, на 3D-принтере. Ставь человек и подписывайте. Процесс для творчества, он практически безграничный. И вы как бы смотрите, друзья, какая история. Казалось бы, да, вот прозрачный фотополимер, что с ним можно сделать? А на самом деле сделать с ним можно абсолютно всё. И одной из тем в сегодняшнем видео, собственно, основная эта тема, это будет окраска прозрачного фотополимера для достижения каких-то невообразимых ранее эффектов. Потому что, на самом деле, рынок фотополимерной смолы, он достаточно скуден. То есть, у вас есть непрозрачные матовые цвета, которыми вы печатаете, и по-любому большинство из вас их красят. Но... Или вообще ими не пользуются. Да, или вообще ими не пользуются. То есть, вот я не возьмусь судить как бы всех, но как бы смотрите, есть такой комьюнити, как бы пробмейкеры. То есть, я один из них, к сожалению или к счастью. Вот. И очень часто люди печатают, ну, разные, знаете, такие изделия вот полупрозрачные. Но они их именно не печатают. Они печатают сначала мастер-модель, потом фигачат силиконовую форму и отливают уже из эпоксидки. Но, соответственно, там на всё это дело уходит, во-первых, а, много времени, во-вторых, б, нужен определённый скилл или умение, и, и в, нужно, собственно, купить кучу всего. Силикон, эту самую эпоксидку, краситель и т.д. Все эти штуки можно убить одним зайцем. Взять фотополимер, а именно прозрачную смолу, взять три стопочки, да, купить три красителя и запастись лаком. И всё, и вы получите гладкое изделие, как свежевыбритые бубенчики. Ну, так что, давай сейчас перейдём к замесу. Да. Итак, мы переходим к замесу. Да, мы переходим, друзья, к замесу. На самом деле, вам и нам не требуется для этого какой-то там сверх супер сложный скилл. Вот, значит, смотрите. У нас есть вот такой иникубик прозрачный. Мы берём, так сказать, за ваше здоровье. Вот, я много наливать не буду. Так, чисто. Да, чисто, чтобы вам вот показать. Вот, как вы видите, он такой жёлтенький. Ну, не идеальный, как масло какое-то. Не полностью прозрачный, да. Не, он на самом деле, он прозрачный. То есть, сквозь него всё видно. Но, опять же, я об этом как бы говорил ранее, есть действительно прям оптически прозрачный смол. Вот, конечно, если вам такой вариант более интересен, то можете потратить ни много ни мало 6000 рублей. Вот, если вы хотите поэкспериментировать и добиться чего-то более такого интересного, вот, то, пожалуйста, вот ваш народный выбор выглядит супер. В общем, смотрите, чем мы сегодня с вами будем заниматься. В этой банке у меня находится пигмент. Так, то есть, это порошок. Да, это порошок. Наполненный металлом. Да, это как бы пудра. Вот, и для чего она нужна? Сразу расскажу. Это так, чтобы я как бы вам рассказываю, чтобы у вас возможно, какие-то идеи уже сразу в голове появились. Значит, смотрите. Пудровый порошок мы смешиваем со смолой. И получается очень такой интересный оттенок. То есть, в данном случае это будет такой медный. Что с ним... Опа! Что с ним можно сделать? Можно печатать маленькие памятники. То есть, либо какие-то как монетки. Любую сувенирную продукцию, если вы фанатеете от меди. И такой краситель, он может быть на самом деле разных цветов. Это может быть как золото. Это может... Блин, я тру, как какая-то муха-цокотуха. Он прям блестящий. Да, он блестящий. Вот. И, в общем, смотрите, как все делается это волшебство. Валера, в съемке. Так, волшебство. Да, волшебство. Значит, смотрите. Вот у вас есть пудра. Самое главное, при смешивании смолы с чем угодно, это не переборщить. То есть, сначала берете прям совсем чуть-чуть. Ну, вот столько, я думаю, достаточно. Валера там покажет. Потом вы берете вашу смолу, придерживаете ее, окунаете туда. Дальше у вас идет замес. И смотрите, какая красота у вас получается. Сразу скажу, что, конечно, в таком маленьком стаканчике перемешивать не супер удобно, но это возможно. Честно говоря, пока не очень похоже на красоту. Почему? Ну, как-то она потемнела и неравномерно. А, так, вот так уже, конечно, более понятно, что это красота. То есть, по сути, это что-то похожее на эпоксидную смолу. Да, в которую вот вы уже добавили какой-то пигмент, то есть, вот эти все столы, которые, знаешь, эти слэбы. То есть, вот делается точно так же. Всякие фигурки, в которых делают там ураганчики. Да, да, да. И потом замешивают это блендером, да. Это еще сейчас, понимаешь, не настолько красиво выглядит, потому что это сейчас так лежит. То есть, когда у тебя принтер будет печатать, каждый слой, он будет тонюсенький. И он будет все это придавливать, равномерно, как бы, прижимать. А вот, кстати, такой вопрос. А вот провернуть то же самое, что и происходит с эпоксидкой, только с фотополимерной смолой вообще возможно? Только вот вместо ожидания, там, времени, сколько она там, ну, сутки, допустим, она твердеет. Вместо этого использовать засветку ультрафиолетовую со всех сторон. А что будет? Объясню, что будет. То есть, если ты зальешь, там, да, скажем, твой стол смесью фотополимера с вот такой штукой... Ну, да, 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 допустим, столешница в ней, щель, формочка... Значит, объясняю, что будет. Вероятнее всего, у тебя твердеет, там, 5-7 миллиметров, вот, которые ты прям очень сильно засвечиваешь, а внутри он у тебя будет жидкий. Ультрафиолет не будет проходить просто? Не будет. Вот, блин. Да. То есть, как бы, у любого объекта, даже, там, самого прозрачного, все равно есть пропускная способность. То есть, нет ни одного, там, оргстекла, который тебе обеспечит стопроцентное проникание лучей. А, ну, соответственно, здесь это еще меньше. Как бы, свет-то проходит, но ультрафиолет поглощается этой фотополимерной сколой при этом. Да, да, да. Идет, как бы, вот эта диффузия, и, соответственно, как бы, мощность луча с каждым, там, микроном, он все ниже, 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 ниже. И поэтому ты, как бы, не засветишь. Вот, поэтому, да, действительно, нужен химический материал, который полностью на атомном уровне, каждый, там, атом с атомом, они вступают в химическую реакцию, и идет равномерная, типа, засветка. И наиболее точный и качественный результат будет именно, вот, послойно. Именно при послойном таком выполнении, как вот на 3D принтерах, типа, происходит. Да, да. Но смотрите, друзья, к сожалению, не все настолько радостно. Опять же, делюсь с вами вот моим личным опытом. То есть, вот это на данный момент в бокале выглядит, ну, достаточно интересно. И кажется, что все более-менее равномерно, и кажется, что все получится. Но, на самом деле, не тут-то было. Она будет оседать? Она будет оседать, да. Она уже, по-моему, кстати, немного оседает? Вполне такое возможно, потому что частички сами по себе такие крупицы тяжелые, вот, и у них, разумеется, как и у всего тяжелого в жидкости есть свойство оседать. И тут, как бы, смотрите, какой расклад. Значит, если вы печатаете что-нибудь маленькое, ну, там, в пределах 4-5 сантиметров или, ну, там, в пределах, да, скажем, 2-3 часов, тогда все будет нормально. То есть, у вас будет равномерная засветка, у вас везде будет видна пудра, ну, в общем, говоря простым русским языком, все будет четко. Если вы сделаете литр такой смолы и поставите что-нибудь, ну, примерно, так, на сутки-двое, то уже через часиков где-то 6-7, ну, может быть, 10, если очень повезет, и то вряд ли, у вас фотополимер, вероятнее всего, разойдется где-то вот по углам ванной. Это вот, собственно, я у тебя в Инстаграме видел, что ты печатал эту китсуна, да, это... И у тебя как раз происходило это расслоение, то есть, у тебя, по-моему... Нет, нет, это был не тот пример. Это была... Ну, там что-то было двухцветное. Да, это вот такая специальная краска флуоресцентная. Вот, она дает вот такой вот эффект за счет преломления лучей, то есть, она как хамелеонит. А-а-а, то есть, там не было вот этого... Нет, расслоения не было. Ты подливал дополнительно как-то, да? Нет, нет, я сразу все замешал, и я тебе говорю, это просто особенность вот этой краски. Она градиентная. Ага. То есть, как хамелеонит. А как ты добился равномерного результата? Отлично замешал. Угу. Вот. Сколько по времени печаталась? Сколько по времени она печаталась? Сейчас скажу. Ровно 30 часов. Угу. Слой 0.03, то есть, чтобы как можно меньше работать руками. Хе-хе-хе. Ифин о ватаймин. Они по отдельности печатались или как-то вместе? Вместе печатались на платформе принтера, который стоит за мной. Типа как-то вот так, да? Ну, то есть, вот это печаталось вот так, да, вот как ты держишь, и вот это вот так, да. Ага. Ага. Да. Ясно. Так вот, Валера, к сожалению, меня перебил, я вернусь. Прошу прощения. К теме вот этой вот истории. Смотрите, какие есть варианты. Значит, если вам совсем делать нечего, вот, и принтер стоит у вас дома, и у вас есть действительно свободное время, и вам предстоит печатать какой-нибудь такой большой памятник, значит, вы можете реально заморочиться. Вы можете сделать следующие вещи. Значит, первое, сделать такой замес в бутылке. Ага. Чуть-чуть перельёшь фотополимера, он будет прям синий. Не дольёшь, он будет недостаточно синий. И надо, то есть, периодически ещё мешать это дело и проверять, да, получается? Да. Вот. И как бы вот с историей с пудрой, тут не столь это критично. То есть, тут пудра и пудр, да. Вот, и смотрите, значит, какие есть варианты. Значит, вариант первый. Вы выливаете весь фотополимер в ваш там принтер, да, да, скажем. Печатаете 4 часа, тыкайте на паузу, платформа поднимается. Вы берёте какой-нибудь силиконовый шпатель. Ага. И днище, днище протираете вот так поступательным движением, чтобы он снова перемешался у вас на дне и стал снова равномерным. Потом ждёте минутку-другую, чтобы всё там... А ведь там ещё плёночка, которую нужно не повредить при этом, да? Ну, силиконовый он не должен повредить. Вот если будете какой-нибудь там лопатой... А есть же, по-моему, какие-то кухонные вот щёточки силиконовые, такие очень мягкие. Да, вот ими можно. Они прям подойдут, да? Да, они прям отлично подойдут, да. Я всегда мешал, конечно, по хардкору, вот, и поэтому я меняю свои плёнки очень часто. Металлическим, спасибо. Да, металлическим или типа того. Лопатой так. Вот, это первый вариант, как вы можете это сделать. Значит, смотрите, второй вариант. Вы, как я уже говорил вам ранее, подержите это всё дело в бутылке. Угу. Наливаете, ну, примерно 100 мл в ванну. Он начал печатать. Всё там, бам-бам-бам. Прошло 3-4 часа. У меня родилась идея. Так. А что если взять краситель, взять одну бутылку, в ней сделать концентрат синей смолы, а потом взять другую бутылку прозрачную и замешать уже в ванночке, и там вот перемешать вот до нужного состояния как бы. То есть добавлять не краситель, а уже концентрированную одну подготовленную смолу в другую. А зачем? Да? А зачем? А ты сделаешь по сути то же самое? Ну да, но типа здесь-то по капелькам чисто надо добавлять и ещё проверять. А тут смола со смолой и концентрация красителя уже меньше. И можно более точно подобрать оттенок. Возможно. Я не знаю. Не, Валер, ты немножечко перемудрил. Смотри, чтобы действительно точно сразу, я не знаю, без каких-либо проблем сделать замес смолы, значит вам потребуется следующая вещь. Вам понадобится один шприц. Один шприц. Один. Какая-нибудь тара и воронка. Вот и всё. Тара желательно, конечно же, прозрачная. Покупается на любом строительном рынке. То есть просто прозрачная тара, ничего особенного. Пластиковая тарелка когда-нибудь одноразовая пойдёт? Ну или нет? Ну в тарелку очень мало ты нальёшь футополимера. Ну опять же, как бы люди есть с разными принтерами. Ну что-нибудь, да, вот в пределах литра. Объясню, почему лучше взять такую тару, потому что вы сразу поймёте, сколько у вас... Потому что, смотри, здесь вот как бы ширина, она определённая. И глубина определённая. То есть замешав это всё дело в бутылке вот здесь, вот так, это всё будет выглядеть у тебя под одним цветом. Когда ты начнёшь печатать изделие... Чем толще, тем... Чем толще, тем плотнее оно будет. То есть это вот тоже, ребят, надо учитывать. Всегда смотрите, какое изделие вы будете печатать. То есть если у вас будет толстостенное, что-нибудь вот такое, там 2-3 сантиметра... Оттенок, короче, будет меняться от толщины. Да, да. И именно вот это ты увидел на примере с этой лисой. Потому что также форма разная, также толщина разная, и также восприятие света разное. Понятно. Да, Валера там, я думаю, поставит вставку, как бы что я печатал. То есть вот эту вот лису я окрасил вот этим вот пигментом. Ага. Конкретно вот этим? Да. Это градиентный? Да. Это не просто розовый градиентный? Это розовый флуоресцентный. Всё, я понял. Вот, да. И в нём содержится розовая пудра и оранжевый краситель. И оно ещё светится в темноте. Оно, да. Офигеть. Ну, то есть... Ну, вот. А, да, 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 да. Это люминофор какой-нибудь, да? Нет, это именно флуоресцентное. Он взаимодействует с ультрафиолетом и светит ярче. А вот люминофора, если бы я убрал, она бы ещё у нас так бы светилась. А значит, это люминисцентное. А флуоресцентное? Да, это которое горит. Да, да. А это люминисцентное. Слово люми, типа, ну, как бы зажигаться. Там это, я добавлю, короче, надпись, где будет всё нормально написано. Да. Ставьте лайки. Итак, начнем я с... А, продолжая наш разговор с самозамесом. Значит, смотрите. Первый способ я вам уже рассказал. Второй. Значит, остановитесь на том, что вы всё подготовили в бутылке. Налили 100 мл. Ду-ду-ду-ду-ду. Он у вас отпечатал, да, какую-то там, не знаю, часть. 10% вот, скажем, отпечатал. Вы подняли крышечку, ещё немножечко подлили. Перед тем, как подливать, обязательно вот здесь встряхнули, как следует, чтобы там все вот эти частички металлической пудры, кстати, вот она уже действительно оседает, и это можно видеть. То есть, как бы весь процесс, за ним нужно следить. А ещё лучше подливать по полтосу вот так. То есть, за счёт прям вот регулярных этих самых подливов сохраняется равномерность? Да, сохраняется плотность, равномерность и вот количество вот этих вот... Красителя. Да, красителя. В объёме фото-полимерной смолы. Да, да. Вот. Это как бы вариант, который подходит, к сожалению, не всем. Но если у вас есть действительно свободное время, вы хотите поэкспериментировать. У вас много энтузиазма. Да, у вас много энтузиазма. Да, можете пробовать. Конечно, кто-то из вас скажет, что легче взять такой пигмент, смешать его, предположим, с лаком, и сверху на даже вот такую фигурку просто напылить. Получишь то же самое. Да, вы правы. Абсолютно верно. Получите всё примерно то же самое. Ещё раз, ещё раз. Взять краситель? Взять краситель? Нет. Смешать его с лаком двухкомпонентным, добавить в краскопульт и нанести сверху. То есть, вот этот полупрозрачный пигмент люминесцентный можно смешать. И тогда вот как раз не будет этой плотности, да? Нет, Валер, ты опять ничего не понял. Я говорю только про медный пигмент. Так, медный пигмент. Да, то есть, по-любому у кого-то в голове созреет вопрос, зачем настолько заморачиваться, если можно просто его, да, так покрасить. Вот как мы покрасили наши пальцы, просто натерев его. Я ещё уже и засмолил их немножко. Ну да, я тоже. Да, вы абсолютно правы, действительно так можно сделать. Я просто рассказываю действительно то, с чем я имел дело, и с чем я экспериментировал. Просто делюсь с вами опытом. Если вы захотите попробовать такое, то как бы велкам. А за счёт прозрачности смолы и небольшого добавления вот этой пудры можно ли получить вот что-то не прям закрашенное, а вот прозрачное и... С частичками. С частичками, да-да-да. Да, вот это можно. Такую штуку можно получить. Да. Такую штуку уже покраской из краска пудры... Не сделаешь. Не сделаешь, да. Не сделаешь, да. Ну, точнее как, конечно, опытный маэстро может очень грамотно рассчитать лак и туда добавить очень мало какого-нибудь, либо... Но всё равно эти частички, они будут как бы, ну, снаружи, а не внутри. Да, да, да. Да, действительно, так можно экспериментировать, так можно сделать. Всё зависит от правильности подобранных компонентов. То есть, если вот вы возьмёте на литр вот ту же самую щепотку, вот что я сделал, то вы получите вот то же самое, о чём говорил Валера. Просто, как бы, смотрите... Но ещё нужно будет, конечно, прозрачным лаком всё это дело залить, чтобы это было нормально видно. Да, чтобы это всё было видно, да, чтобы всё это было красиво. Вот, продолжая твою тему с люминофором, по сути, можно сделать то же самое. То есть, покупается пигмент, который светится в темноте. Да, вы его смешиваете вот по такому же абсолютно принципу с ультраф... С фотоколимерной смолой. Он, конечно, в порошке продаётся. Да, да. И он бывает разных видов. Он бывает не только зелёный. Есть ещё голубой, розовый, белый, жёлтый. Ну, то есть, их куча. Ты так делал уже? Да. Да, я так делал. Действительно, эта штука горит в темноте. Фотки есть у тебя? Блин, надо поискать, надо поискать. Я попробую найти. Если Стефану удастся найти фотографии, да, он вам покажет. Но на самом деле это реально просто. Но есть один нюанс. То есть, у люминофора есть разная фракция. И вот этих вот частичек. Есть крупная. Там 50-75 каких-нибудь вот этих нанометров, вот если я не ошибаюсь. Их уже на глаз будет видно, да? Их, да. Они будут как такие, как песочек такой. Звёздочки светящиеся. Типа того, да. Ну, песочек действительно будет. Вот. И тут есть риск, что вы испортите фэп-плёнку в вашем, получается, вот в полимерном принтере. Поэтому, почему как бы прикольнее работать вот с такой штукой? Потому что очень мелкая фракция. А, то есть, короче, прикол в том, насколько я понял, что платформа вот эта вот металлическая, она опускается к этой фэп-плёнке на расстояние порядка нескольких микрон. Или 20 микрон, 30 микрон. Но обычно на фотополимерных печатают вот 23. Да, 23. И если фракция пудры какой-нибудь или люминофора будет 50 или 70, это будет, как считать, два слоя. Да. И он будет вот эти два слоя вдавливать в фэп. Угу. Понятно. Ну вот. Да, да. И до меня так сейчас дошло. Да. Короче, вот, собственно, первое, что вы можете сделать с вашим прозрачным фотополимером. Вот, двигаемся дальше. Угу. А мы не будем засвечивать прям эту стопку, нет? По приколу чисто. А давай. Значит, смотрите, друзья, как бы, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, или там, что я какой-то фантазер. Действительно, фотополимер. Да, это обычный фотополимер. Взаимодействует с ультрафиолетом. Да, это ультрафиолет. Вот. У нас есть фонарь. Ой, блин, на руки не надо светить. Ой, жарко стало. Да. Вот. И как бы, смотрите, то есть мы вот так вот его направляем. Может, стакан сейчас лопнет, хмеллазак. Во-во-во, пошла. Пошла жара какая-то. Пузырьки там, да, что-то вскипает. А у тебя тоже там сверху видно. А почему я не снимаю? А, не знаю, почему ты не снимаешь. Абсолютно неизвестно. Исправляемся. Снимаем на телефон. Так. Вот. И сейчас, если мы с вами всё сделали правильно, то у нас ничего не вытекает. Вот это фокусы, чёрт возьми, невероятные. Да, магия. Вне хогварца. У нас была жидкость, и теперь эта жидкость не вытекает из стопки. Да. Блин, если она сейчас, фух, ну вроде выжила. Не-не, она прикипела. Ну, то есть, вот, да, у вас вот внутри вот этот фотополимер. И, соответственно, тот вот вопрос, о котором ты вот задавал ранее. То есть, если я возьму стул, да, и вот начну засвечить. Ну, то есть, вот, ты видишь, я вот так вот его засветил, ну сколько он там? Ну, 3 миллиметра, ну 4. Да, даже парочка, наверное, всего. Ну, вот. То есть, верхняя вот часть у нас, она такая твёрдая, а дальше всё жидкое. Ну, а если с боков начать засвечивать, то мы получим такой же, да, результат? Да, но в центре всё равно всё будет жидкое. Ну, кстати, с этим тоже, на самом деле, есть свои приколы. То есть, вы можете со всех сторон засветить и вынуть потом эту штуку каким-то образом оттуда. Либо лопнуть, и оттуда всё выйти. Ну, да, столько можно. Лишнее, да, и либо, а чё, кстати, так тоже прикольно смотрится, мне кажется. Ну, да. Можно так болтать, как какой-то антистресс. В общем, ребятки, вот, как бы, первый способ, вот, я вам показываю, что действительно это всё работает, что, как бы, я там ничего не придумал в пьяном каком-то маразме. Да, то есть, вот, вот засветка, вот, ничего не вытекает. То есть, всё работает. Да, выпьем за науку. Да, выпьем за науку, так сказать. Вот, значит, смотрите, теперь мы переходим к краскам. Это уже не пудра, это действительно жидкая краска. То есть, ну, тоже пигмент, по сути, только жидкий. Ну, тут, да, как бы, есть какой-то пигментик, там, окей, ну, я его называю просто краситель. Ну, просто краситель. Да, просто краситель. Всё-таки пигменты, это чаще всего порошки. Да, порошки. Вот, значит, смотрите, друзья, путь с экспериментами был очень долгий. Значит, расскажу про то, как делать не надо. В самом начале, когда я только это решил попробовать вообще, то есть, я опять, честно, не помню, как идея пришла ко мне в голову, но... Смешать, да? Да, смешать краску, вообще краску. Да, да, я сейчас об этом расскажу. Пошлиная, да? Нет, из баллона, ну, по классике. Окей, понятно. Вот, я не помню, как идея пришла мне в голову, но самое главное, что она ко мне пришла. Ты открыл принтер и нафигачил? Не, я слил в стакан просто прозрачный фотополимер. И такой думаю, блин, а дай я туда, да, попшикаю из баллона и посмотрю, что вообще получится, прикольно или не прикольно. В общем, я набрызгал из баллона, вот точно так же, вот как мы тогда, вот замешивал, замешивал. Получилась действительно жёлтая смола. То есть, я первый цвет, с которым экспериментировал, был жёлтый. Я его бахнул, налил и всё, и засветил. И даже напечатал что-то? Да. И оно напечаталось? И оно напечаталось, и у меня есть фотографии. И принтер не сдох при этом? Нет. И есть фотографии? И есть фотографии, да. Знаешь, что я первое печатал? Нет. Таким способом? Камни бесконечности. Жёлтые? Жёлтый камень бесконечности. Прикол. Да, от Таноса. Потом я отпечатал все, но, соответственно, да, потом я просто понял, что, оказывается, и у нас есть краски нормальные, да, для аэрографии, которые, да. Не, ну просто у меня в гараже стояла куча баллонов, вот, а такой маленький объём, он стоит, ну, там, типа, рублей 200. Вот. А тогда за целый баллон я там отдавал рублей 350. Я подумал, на хрена переплачивать? Можно и баллон использовать. Да, это реально, это не шутка, это не прикол, серьёзно. То есть, можно немножечко краски сбрызнуть, как бы, в стаканчик, то есть, чтобы у вас там уже краска была жидкая, потом вы это переливаете в фотополимерную смолу, замешиваете и получаете, как бы, нужный вам цвет. Она отлично смешивается, да? Слушай, вот, вот по поводу смешиваемости. Вот такая вот краска, она смешивается реально отлично, она, потому что на водной основе. У нас, значит, есть ещё вот тот пример, кажется, у меня в кармане. Да, вот он. Это гелевая краска. Ну, как бы, ну, не знаю, надо ребятам показывать, не надо. На баллончике, на этом тюбике, как это названо, короче, на вот этом флакончике написано, что это пищевой гелевый краситель. Да, пищевой гелевый краситель. То есть, я решил ради эксперимента посмотреть, а что будет, если я добавлю его. Ответ, ребят, ничего не будет. Он свёртывается, то есть, образуются такие капельки внутри, и он не окрашивает всю смолу, он, как бы, придерживается сам себя. Ну, тут вода, то есть, это тоже на водной основе, но тут е-добавки пищевые. Потому что он гелевый. Вот, и я подозреваю, из-за того, что гель не может вот вступить в реакцию, получается, с такой вот, как бы, более... Разная степень текучести, да, там что-нибудь такое. Но, кстати, я в итоге не дожал этот проект, и я думаю, что чисто гипотетически, так как гель в жидкости имеет очень интересную форму, всегда образовывается в шар, ну, в пузыри. Если взять, например, прозрачную смолу и добавить вот какой-нибудь такой красный, вот в большой бутылке, в таре, всё это как следует перемешать, то у вас в жидкости будет тысяча маленьких таких пузыриков краски, которые постепенно будут объединяться во всё больше и больше шар. Но всё-таки ведь толщина смолы... И он может внутри оставаться вот такими шариками. Но это шарики в 20-30 микрон? Серьёзно? Насколько маленькие? Да. Ну, это надо пробовать. Это надо пробовать. Это теория, конечно. Да, это, короче, теория, которую я так не дожал. Вот, если у кого-то будет желание, пожалуйста, бренд называется Credos, гелевый краситель. Вот, можете попробовать. Вероятнее всего, в процентах 90 выйдет какая-то хрень. Но у меня поначалу тоже выходила хрень, а потом, как видите, вышло что-то прикольное. Ну, в общем, смотрите. Бренд называется Exmix. Это специальные краски для аэрографии. Да. Их очень много. Прям очень много. То есть вы дома, если вы вдруг художник, если у вас есть фотополимерный принтер, вы можете вытворять просто безумные вещи с ней. Вы можете столько крутых цветов добиться, которых как бы на рынке, по сути-то, и нет. Ну, то есть, давай вот реально вспомним. Ну, тот же самый, не кубик. Ну, сколько у них цветов? Ну, 8? Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Ну, еще они разные по характеристикам. Там, какая-нибудь стоматологическая, там, смола. Ну, да, ну, вот возьмем линейку вот Basic. То есть классическую. Ну, сколько там цветов? Ну, 8-10. Может, даже меньше. Может, даже меньше. На самом деле, я никогда не печатал на фотополимерном 3D принтере. Ну, поэтому, да, Валера, чуть-чуть не в теме, но, как бы, ну, в общем, там, предположим, 10 цветов. Если у вас вот таких баллончиков 100, то вы можете действительно 100 разных цветов использовать для фотополимерной печати. Вы можете выстроить в ряд оттенки розового, и они действительно будут все оптически разные. И, помимо этого, это лишь краситель, который еще в разном процентном соотношении можно добавить в смолу. Да. Да. Ну, в общем, что, как говорится, томить? Невероятная палитра бесконечности. Да, палитра бесконечности. Вот, смотрите, друзья, как бы принцип, на самом деле, Валера, пора снимать. Срочно. В общем, смотрите, ничего сложного. Также мы берем и начинаем с малого. Одна капелька. Так, капелька пошла. Капелька пошла. Вот она. Значит, нам надо было, конечно, взять. Вот, смотри. Это всего лишь одна капля. Угу. Вот, видишь, он не до конца идеально промешался, потому что, ну, мы мешаем вручную. Да. Какой-то палкой. Ну да, какой-то палкой. То есть, если вы возьмете это, начнете замешивать в больших количествах их бутылки, то, как бы, все станет лучше. Ну, то есть, вот, у вас получился сначала такой... Розоватый оттеночек. Такой шампейн, так сказать, да. Потом мы добавим... Еще одну? Еще одну. Так. И смотрите, что происходит. Теперь у нас шампейн стал розе. Вау, вау. Действительно. А потом мы добавим... Раз, два, три. И сейчас она перестанет быть прозрачной, да? Она останется еще прозрачной. Ага. Но она станет прям... Ты уже прям наружу, да, начал выплескивать. Вот. Ну, это кисель. Да. Это все. Это кисель. И это вы получили такой школьный кисель. Так, ну да. Это, конечно, очень интересно. Да. И тут, как бы, вот, смотрите... Кстати, вопрос по засветке хотел задать. Это, значит, люминесцентный краситель. То есть, он прекрасно отражает ультрафиолет. Да. И он может защитить... Он не то, чтобы отражает, он имеет свойство от цвета излучать, там, короче, там есть какое-то руководство, что, вроде как, на 120% он ярче светит. Ох. То есть, он... Ну, в общем-то, да, ты прав. Он отражает, как бы. Угу. Угу. Время, то есть, это не является защитой от ультрафиолета для фотополимерной смолы. Она продолжает нормально отвердевать. Слушай, вот... Время засветки на слой. Нужно ли изменять? Нет. 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 Это, на самом деле, вот Валера задал, да, действительно такой хороший вопрос. Я тоже, когда вот её в первый раз взял, я такой думаю, а если, например, вот эта зона начнёт действительно отсвечивать, и то есть, у меня получится вместо гладкой стенки какой-то, там, не знаю, шероховатая такая... Недосвеченная. Либо там что-то ещё будет. Ответ нет. Пока я с таким не столкнулся. Может быть, потому что на соотношении к литру я добавлял не так много пигмента. Ну, то есть, я примерно вот, на самом деле, до такой вот степени его и замешивал. Прикольный, на самом деле, цвет. Да, цвет реально очень прикольный, и даже вот уже отсюда можно... И ещё вот оттенок этот желтоватый, он всё ещё заметен в этом розовом, и получается вот прям такая, да, лёгкая оранжевая. Да, это вот то, что я тебе говорю, он из оранжевого как бы вот в розовый перетекает. Вот, и в общем, я не знаю, что будет, если его смешать до вот примерно вот такой вот плотности, может быть, тогда какие-то артефакты и появятся. Но на данный момент я ни с чем не сталкиваюсь. И вот говоря там то же самое вот про рубрику эксперименты... А сколько, кстати, стоит вот такой тюбик? Вот такой, кстати, вот эта дорогая, потому что она именно люминесцентная, она стоит, по-моему, 300 рублей. А тут написано, что флуоресцентная. А, флуоресцентная, да. Так флуоресцентная что? Нет, флуоресцентная отражает цвет. Не-не-не. Да-да-да. А люминесцентная, она горит. Ниже... Ниже Валера разберётся. Да, определение люминесцентной. Вот, смотри, какая красота. Вот, так, тут нужно снимать. Ну, можно. То есть, вот, сейчас я капнул в розовый немножечко синего. Прямо жёстко синего такого. И да, вот. Как видишь, особо так ничего не поменялось. Ну, вот появились вот эти действительно точечки, которые имеют вот этот пигмент. Они хреново смешиваются что-то друг с другом? А чёрт его знает. Ну, здесь вообще разный состав. То есть, всё-таки это флуоресцентная, а это обычная. Возможно, поэтому. Я так понимаю, в любом случае, кстати, и тот, и другой краситель жидкие. Да. И, соответственно, такая смесь вряд ли повредит твою плёнку. И модель, скорее всего, осуществляет как раз те пузырьки, про которые ты говорил. Да, вот их вот так можно попробовать добиться. Но ты пока не пробовал ещё. Не, я так пока не печатал. Не мешал. Ну, выглядит прикольно, на самом деле. Давай ещё чуть-чуть попробую добавить. Ну, вот так. Сейчас посмотрим, станет ли количество пузырей больше. Вообще, очень неохотно смешивается. Вот. То есть, вот видишь, можно добиться вот того вот эффекта. Не, на синеме начинает появляться, помимо пузырьков. Ну, да. То есть, у тебя такой вот сейчас получится. Я думаю, он более такой вот фиолетовый. Угу. Ну, чем сильнее смешиваешь, тем более заметен. И вот сейчас мы его, бам, засветим. Середовый оттенок. О, нет. Внезапно. Начинает происходить засветка. Не, я вот сейчас хочу ответить на твой вопрос. То есть, вот сейчас произойдёт засветка. Останутся ли вот эти вот мелкие точки. Угу. В верхнем слое. Да, то есть, появится ли у нас рисунок. Ну, я думаю, что да. О, как его раздуло. Ну, слушай, да. Ага. Действительно. Так, давай, коробку в кадр не будем больше. Ха-ха-ха. Так. Угу. То есть, часть красителя захватила отвердевшая фотополимерная смола. Да. И при этом эта смола прилипла тоже к краям, да, всё нормально, ничего не притекает. Ну, да. Опять. Шикарно. Ну, да. То есть, такой вот у вас коктейльчик, опухоль мозга, назовём его. Да. Ну, слушай, по-моему, прикольно. Да, вполне. Вполне интересно. Я чуть-чуть пробил. То есть, ну, прикиньте, вот мы сейчас это засветили, там, я не знаю, за сколько, за пару минут, да, окей? Ну, мы за пару секунд засветили, да. Ну, за пару секунд. Ну, то есть, как бы на принтере вы это там засветите, ну, в зависимости от детали, там, за пару-тройку часиков. Сколько бы вы это делали, покупали бы силикон, покупали бы, там, не знаю, материал для кожуха. Делали бы это всё руками. Да, долго, нудно, страдали бы. А тут бам-бам, и всё. Делали бы меньше точность, чем, например, вот этот вот. Да. Тамарич или тот. К тому же, ребята, я вот всегда придерживаюсь своего вот высказывания, что не каждую вещь можно отлить. Ну, реально не каждую. Ну, да, 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 геометрия бывает. Геометрия бывает совершенно разная. То есть, вот такой вот объект, его ты, ну... Нужно делать отверстие под выход воздуха. Ну, да. Чтобы материал равномерно всё заполнил, все пустоты, никаких пустот не было. А ещё, кстати, есть один минус, то что, как правило, вот когда заливают эпоксидку, ну, или любой вот такой текущий материал в форму, очень часто образуются пузыри. То есть, как бы, прохаванные люди знают про камеру дегазации. То есть, когда ты ставишь уже конечные изделия туда, там создаётся вакуум, и все пузыри высасываются. Но не у каждого человека есть, действительно, такие ресурсы. Ещё один этап производства, ещё одна установка, которую нужно запускать для того, чтобы изготовить одну модель. Да, и она стоит кэш. Вот. И плюс, как бы, когда вы работаете с формой, вот вы её залили, вот, вы ждёте. А здесь вы можете... Справедливая стеразия. Справедливая стеразия. Нужна камера засветки, которая даст идеальный ультрафиолет со всех сторон. И то есть, вы напечатали модель, вы её достали, вы поставили её в камеру засветки, которая стоит, кстати, как, примерно как камера дегазации какая-нибудь, ну, дешёвенькая. Да, камера засветки, кстати, получается дешевле, чем камера дегазации. Ладно, рассказываю специально для Валеры. Она, нет, не нужна. Берёшь фонарь, она не нужна. И хреначишь. Во-первых, да, если вдруг захотите, пожалуй, действительно берёте фонарь, если вам совсем впад, реально можете ничего не делать. Ну, то есть, как бы, да, прочность конечного изделия будет чуть-чуть поменьше, но это не смертельно. Я не пользовался камерой несколько лет, печатал этим фотополимером, ничего с ним не случалось. А-а-а. Вот. А если уж прям вам совсем в лом, просто ставите на подоконничек, под солнышком она у вас там стоит пару часиков, вот, вы получаете ту же самую камеру до засветки. Поэтому тут, как бы, всё... Ну, солнышко, оно неравномерно, как бы, засветит. Ну, пока ручишь немножко, ручка твоя, вот, у тебя будет равномерно. Слушай, я реально, я несколько лет вообще не парился вот с этой типой фигнией. Я считал, что это всё, конечно, какой-то бред полный. То есть, это, в принципе, довольно такая косметическая штука, да? Можно жить без этого. Можно жить без этого, да, но, конечно, не рекомендуются. То есть, когда я купил эту камеру, я понял её прикол. Во-первых, она отлично моет, то есть, раньше я всё это мыл, типа, гелем обычным для душа, то есть, типа, тёр и всё, как бы. Она оставалась, знаешь, такой немножечко, как будто бы липкой. Меня это всегда бесило. Вот, когда ты её хорошо помыл, засветил, она у тебя не будет липкой. Она будет прям очень такой приятной на ощупь. Это всё-таки стоит своих денег. Она, да, да. Вот тут, как бы, я лукавить не буду, действительно. Если вам бюджет позволяет, если у вас есть фотополимер, нет камеры до засветки, и мы тебя, то есть, система Washington Cure, берите. Прямо реально топчик. Под Новый год или на 11.11 можно прям её реально взять чуть ли там не за бесплатно. Вот, а так, да. Можно комплект вообще брать. Да, 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 да. Вместе с принтером. Для любителей китайских принтеров. Ну, да, да, для любителей китайских принтеров. Вот. Что я вам ещё хотел показать? Ну, давайте, ладно, чтобы уж, как говорится, добить эту смолу, я вам покажу просто, как замешивается синяя. Валера опять берёт, наверное, свой телефон и снимает. Да. Вот. Залипательный процесс, на самом деле. Ну, такой, да. Чисто. О, немножко переборщил. В общем, вот это, типа, 5 капель на 50 миллилитров. Угу. Вот. И вы сейчас примерно поймёте, какую глубину цвета он выдаёт. Опять же, стоит повториться, что вот эти всякие микро-микрочастички и вот это вот всё образуется сугубо из-за того, что я перемешиваю вручную. Когда вы будете это заливать в бутылку и там хорошо пробалтывать, будет ещё более равномерная консистенция. Так, поближе снимем. Можно разглядеть огромное количество крайне маленьких пузыриков. Да. И, ты знаешь, эти пузырики даже может быть не пигмент, а скорее воздух. Угу. Окрашенный. Когда, да, когда вы в бутылке вот это всё делать, там трясёте, там образуется очень много пузырей. Поэтому, когда вы это сольёте вот уже непосредственно в ванну для печати, пару минут подождите, чтобы все пузыри вышли. Потому что есть как бы риск, что когда вы будете печатать первый слой, у вас дно получится такое шероховатое, как бы с пузыриками. Ну, в этом как бы нет ничего такого прям супер-супер-пупер каотического. Так, теперь переходим в режим видео. Да. Вот мы это сейчас дело всё засвечиваем по такому же принципу. Объясняю ещё раз, для чего я это всё делаю. Это чтобы вы действительно убедились, что ультрафиолет вступает в реакцию с фотополимерной смолой, которую я окрасил вот точно такой же краской, чтобы вы были уверены, что это действительно способ рабочий. потому что мы сначала хотели показать вам таймлапс печать, мы вам её покажем, но уже как бы из моих там архивов, так скажем. Да или я, или я ничего с ним не буду. Пузырики пошли. Значит лучше. Не, ну всё, чётко, ничего не пропускает. Ну вот, не обманул. Угу, шикарно. Короче говоря, подводя итог моего, наверное, в меру занудного, но в меру интересного рассказа. Как вы видите, это всё действительно очень просто. То есть хотите мешать действительно как профессионал, просто возьмите шприц и составьте вот пропорцию примерно вот по стакану. Таким образом у нас получается, то есть практически бесконечная цветовая грамма, а ещё с различными приколами, типа флуоресцентная, люминесцентная, градиентная, с пигментацией, разные виды есть. Можете по большому счёту в фотополимер добавлять всё, что захотите, хоть там, не знаю, хоть кукурузины, но если вы их вытащите достаточно мелко, да, тогда типа проблем никаких не будет. То есть чем больше вот фракция вещества, которого вы добавляете в смолу, то есть его размер, размер вот этой частицы, тем просто больше риск, что вы повредите фэп-плёнку, либо сделаете её какой-то матовой, и тогда просто её придётся быстрее поменять. Вот, а так, пожалуйста, вот краска Exmix, это не реклама, это действительно как бы продукцию, которым я пользуюсь. Вот, их реально там видов, я не знаю, 200, ну если не больше, они просто самые разные есть. Вот любой из них на водной основе, пожалуйста, прекраснейшим образом замешиваются. То есть, видите, единственная вот реакция была вот немножко несостыковки, получается, этой самой флуоресцентной и вот классической. Но они на разных основах. Да, они на разных основах, они немножечко, да, как бы не компонуются. Но в целом, как бы, ребята, вы можете получить реально очень интересную такую вот текстуру, то есть пробуйте, экспериментируйте. Вот теперь у вас... А красители на основе? Геля, да, это фигня полная, да. Вот, то есть с ним, с ними лучше не надо. Там реально есть риск, что вы, что фотополимер тупо там не засветится, и у вас получится какая-то очень стрёмная, типа, деталь. Вот, а всё, что вот там на водных каких-то основах, ну, или, да, скажем, акриловых, ну, предположим, потому что, как бы, у меня краска вот в баллонах, она тоже была акрил. То есть, вот акрил, да, смешивается. Ну, не идеально, но смешивается. А, укидные краски из баллона? Не пробовал. Я думаю, что тоже сработает. Ну, да, скорее всего. Ну, то есть всё зависит от того, как хорошо, да, как хорошо вы замешаете. Вопрос. Это оранжевая смола или как раз один из... Вот, это прозрачно окрашенная просто в оранжевую смолу. Вот, и вы получаете вот эффект, как, не знаю, купил банку. Оранжевую смолу. Вот такой смолу. Да, да. Но здесь я добавил очень много пигмента, ну, и, соответственно, он непрозрачный. Ну, кстати, вот здесь прозрачный. Да, да, да. Ну, там, где толще, там темнее цветы. Практически в коричневый уходит. Да. Где тоньше, тем... Да. Менее. Короче. Вот. Да. Значит, последняя нотация. Вдруг вы забыли, значит, обязательно всегда ориентируемся на ширину вашей детали. То есть, если вы хотите, там, 3 сантиметра, чтобы оно было, не знаю, такое нежно-розовое и было прозрачное... Типа, вот где-то здесь... Ну, да. Чтобы оно оставалось нежно-розовым и прозрачным. Да, добавляйте, да, немного. Вот прям реально немного вот красителя и сделайте какую-нибудь маленькую отпечатку, там, не знаю, 5-7 миллиметров и возьмите, поднимите, посмотрите вообще, как она сбоку просвечивает, нормально, ненормально. Собственно, как ты делал вот на той модели, которая в Инстаграме у тебя была. Да, да. Потому что в первый раз я действительно переборщил, я взял слишком много. Она стала не настолько прозрачной, как мне нужно. Вот, я её потом смеш... А где тот вариант, который был с семишком? Дома. Есть фотки? Нет. Ты можешь прийти домой и сфоткать. Выкинул. Блин. Выкинул. Ну, ладно. Ну, слушай, как бы там то же самое, просто темнее. А-а-а. Вот как бы и вся разница. А прозрачность сохранилась? Она сохранилась, да, но не та. То есть, не было вот этого... Я хотел бы добиться, понимаешь, вот этого эффекта как бы кэнди. То есть, как будто бы он, знаешь, с такой карамельки такой вот прям сделан. Вот. Когда слишком темно, у тебя нет вот этого эффекта. Притерно-розовый, короче, свет. Да, да, да. Вот. И поэтому, да. Темидеть начинает. Да, слишком темно. Вот. Поэтому, как бы не торопитесь вот с этим вот замесом. И самое главное, как бы, ребят, это опыт нужен. То есть, тут вот... Практика, конечно. Да, практика, действительно. Потому что, как бы, с первого раза, ну, либо сделайте слишком, чуть-чуть такую, слишком светлую, либо, наоборот, слишком темную. Тут, как бы, все это нивелируется очень просто. То есть, сделали слишком темную, пожалуйста, чуть-чуть подлили прозрачного фотополимера. Даже можно в ванне его там аккуратненько замешать, перемешать. Вот. И по новой. И получили оттенок, да, светлее. Соответственно, если у вас слишком светлый, то просто там слили смолу, либо замешали в какой-то отдельной таре, там потемнее пигмент, снова смешали, перемешали и получили темнее оттенок. Вот. Надеюсь, кто-то там что-то понял, что я сказал. Ну, короче, на самом деле ничего сложного. Пробуйте, экспериментируйте. Вопрос. А ты пробовал алюминиевую пудру? Да. Это была самая первая, с которой я работал. Кстати, очень прикольный эффект. Но тут вот действительно, то есть вот... Усильбристый или как? Да, прям с частичками. Угу. Прикол. Да. Но тут опять же, то есть вот это вот медный прикол и алюминиевый прикол. Ну, на самом деле, действительно, можно просто купить это всё дело в баллоне и тупо сверху как бы напылить. Насколько это целесообразно и какой в этом прикол, ну, я честно не могу ответить. Это реально сложно. Ну, потому что, ну, сам согласись. Но он имеется. Да, какой-то прикол, конечно, имеется. Вот, типа, розовый с серебряными вкраплениями. Да, да. Кстати, вот, блин, надо было... Прозрачный, приятный, переливающийся. И ещё с металлом. Попробовать. Сейчас. Вот у меня, кстати, вот здесь есть чуть-чуть голубоватая оттена. Получаются такие модели, на которые вот ты смотришь и прямо тебе понятно, что это было сделано сложно как-то. Это что-то непонятное, типа. Ну, да, да, да. Таким образом, как бы, становится более взаимопательной. Ты почёркиваешь. Да, 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 да. Вот, действительно. То есть, вот здесь, кстати, если ты видишь, я в прозрачную добавил немножко голубого. Ну, то есть, видишь, желтизны нет. Да, да. Вот это то, о чём я говорил. Ну, здесь я действительно переборщил. Она всё-таки такая, как бы, ушла голубая. Да, заметно. Ну, да. И вот, как бы, вещь. Ты мешаешь её смесью в надежде получить более прозрачный вариант? Ну, такой, как бы, прозрачный, чтобы вот эти вот частички тоже вот были видны. Ну, то есть, вот, как вот ты говорил. Ага. Ну, то есть, вот такой из краски. Слушай, ну, да, на самом деле, очень... Можно даже сказать, что получилось в какой-то мере это сделать. Ну, да. А я даже не подснял. Да, да. Наши люди такие там смотрят. Думают, что за фигня. Чё, стоят, обсуждают чё-то. Ну, вот, вот. Короче, смола была, значит, голубенькая, а сюда была добавлена медная пудра, которая имеет явно такой медный оттенок. Медный оттенок, да. Вот. И при замешивании, то есть, голубой оттенок, синий, он, считай, практически полностью пропал. И медный оттенок стал слабее. То есть, они друг друга... Дополняют. И создают уникальный такой микс. Ну, скорее, наоборот, нивелируют, получается. Ну, да. Но всё-таки алюминиевая пудра у нас при этом не получилось. Типа такой серебристый, чтобы остался... А, нет, так не будет. Так не будет. Здесь же потому, что пудра сама она окрашена. Ну, короче, ребят, вот. Приколов очень много. История такая, да. Нужны ли они вам решать? Я думаю, что, как минимум, стоит попробовать. То есть, особенно вот ребятам, которые там занимаются... У которых уже есть фотополимерный принтер, который уже не распечатан из фотополимерной смолы. Кстати, хотел вам ещё, знаете, что рассказать? И которые любят креатив. Креатив, да. Расскажу реальный кейс, который я увидел на просторах инстаграма. Вот. Абсолютно реально нешуточный, блин, прикол. Я когда увидел, реально охренел. Значит, те, кто... То есть, логин. Да, те, кто там меня знают, ну, в общем, знают о том, что я занимаюсь, ну, там, шлемами, да, окей. То есть, у меня есть визоры в этих шлемах, так называемые стёклышки. Вот. Эти стёклышки, я их делаю просто из листа ПВХ и сверху натягиваю там... А крыло стекло, короче, да? Орк стекло. Ну, типа, да. Ну, это именно ПВХ, потому что оно гнётся. А-а-а. То есть, орк стекло ты, к сожалению, так не согнёшь, но при большом желании, наверное, можно. Ну, если там феном подплавить его как-то там... Вот, это... Вот, 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 молодец. Вот всё правильно, короче, клонишь. Значит, смотрите, тут как бы какой прикол. Предположим, что у вас шлем из, не знаю, игры Хало, то есть, там, Мастер Чиф или что-нибудь вот типа такого. Картинка сейчас появится. Да, появится. Он такой золотистый, но нам интересен не его цвет, нам интересна его форма. Потому что он идёт вот так, потом выпуклый, и потом вот так. Я это, например, со своими, там, технологиями сделать не могу. Для этого нужен вакуумный станок, чтобы... Ну, или ты берёшь угол, берёшь лист, берёшь фен. Да не-не-не-не. Ну ладно. Я думаю, что у вас реально очень сложная форма визора. И у вас нет вакуумного станка, у вас нет знакомых, кто может вам это сделать. Вам неохота делать мастер-модель, вам вообще ничего неохота делать. Но у вас есть фото-полимерный принтер. Значит, смотрите, что я увидел. Парень купил вот эту вот фото-полимерную смолу. Я попробую вспомнить название. Но она как-то называется, значит, эм-эм-эм, там, тысяча. Ну, что-то вот типа такого. В чём её суть? Короче, она реально прозрачная, как вода. Она не желтит, она не белит, она реально прозрачная. Прям реально прозрачная, даже после ультрафиолета, даже после того, как вы её оставили, там, не знаю, на солнце 10 дней. Она реально кристально прозрачная. Вот прозрачная настолько, вот что прям охренеть. С этой смолой чуваки печатают линзы. И чувак взял, напечатал визор, и вот как ты говорил в самом начале, он его вышкурил там до тысячных. Вот, вышкурил его до тысячных, потом прошёлся пастой ГОИ, отполировал, и сверху забрызнул двухкомпонентным лаком. Потому что есть вот в баллоне, это как бы одно компонентное. Типа два баллончика, да? Нет, нет, нет. Двухкомпонентный лак, это просто два компонента. То есть, лак и отвердитель. Абрызгал он из аэрографа? Из-за краскопульта. Ну, короче, при совмещении вот этих двух методов, во-первых, о котором я вам рассказывал, чтобы добиться оптической прозрачности, но вот из-за... Короче, нужна ссылка, нужна ссылка, чтобы как-то, да, мы могли показать то, о чём мы говорим. Да, я попробую это найти. По-моему, это какой-то Ronin, по-моему, да, Ronin 3D, если не ошибаюсь, его Instagram в аккаунте. Короче, да, это реально охренеть как круто. Это просто супер успешный кейс, чувак реально сделал, ну, представляете, вот деталь, стекло. Прям реально эффект стекла. То есть, настолько прозрачно, я офигел, просто у кого-то очки надеваешь, вот настолько, типа, прозрачно. Это прям пушка-гонка. Потому что я, несмотря на то, что, как бы, из своего... Может быть, это особенность смолы, может быть, это особенность однокомпонентного лака. Но не настолько он прозрачный. Видно всё, безусловно, но если ты поднесёшь близко, будет мутно. А у него это просто вообще, прям реально стеклище. Типа можно прям очки себе печатать. Да, да, да. Прям реально можно делать оптику. Прикольно, прикольно, прикольно. Вот. Ну и, в общем, подводя итоги моего спича. Значит, ну, вы убедились, что это, как бы, всё не из разряда вон. Это действительно магия, там, вне Хогвартса для кого-то. Для кого-то это обычная вещь. Это довольно легко. Да, это реально легко. Это прям супер-изи. То есть, пробуйте, экспериментируйте. Можете отметить, там, канал 3DiW или меня. Делитесь там своими результатами. Вот. А я вам хочу сообщить о последнем нововведении, которое нас касается, так как мы всё-таки очень много с вами сегодня говорили о фотополимерной печати. Вот. Но хотелось бы вам рассказать про один продукт, который мы очень-очень-очень скоро релизним. Я, как бы, ваш покорный слуга, приложил к нему свои руки. Да. Это вот этот вот продукт, который стоит сзади меня. Сейчас, погодите. Нет, сейчас должен быть мемас это 3 hours later. В общем, ребят, как бы, сегодня много разговоров было о фотополимерной печати. Вот. И хотелось бы вам рассказать о новом продукте, который мы очень-очень-очень действительно скоро выпустим для вас, над которым я, как бы, ваш покорный слуга тоже работал, тоже там старался, тестировал все эти месяцы, добавлял, улучшал. Вот. Это, собственно, принтер под названием REX. Это фотополимерный принтер от компании 3DDIY. Все очень много думали, как его сделать. Все старались, все к нему приложились в свои руки. Вот. Но, как бы, конечный продукт, просто пушка-гонка. Значит, смотрите, по техническим характеристикам, значит, почему, как бы, его вообще стоит рассмотреть? Ну, потому что я уверен, что у большинства из вас есть какой-нибудь китайский принтер, который имеет диагональ, там, 8,9. Вот. Но 8,9, к сожалению, как бы, если вы, там, опытный чувак, если вы хотите, там, как-то расширять свой горизонт, этого бывает недостаточно. И для этих целей требуется принтер с гораздо уже большей областью построения. Вот. И именно этот принтер, ну, как раз за это и отвечает. То есть тут стоит вот такая вот здоровенная ванна. То есть, чтобы вы понимали, это она. Да, то есть, типа, вот мой кулак. То есть, вот эта деталь тоже печаталась на нем. И, как вот вы понимаете, здесь таких бошек можно отпечатать, ну, просто овер до хрена. А их можно ставить лесенкой, типа, одно за другое? Слушай, так тестировал этот Uncle Jesse. То есть, это, как бы, рабочий способ, но не стоит. Ну, лучше не стоит. Ну, то есть, ну, голову, короче, в полный размер? Ну, практически в полный. А, чуть-чуть все-таки по ширине? Да, не проходит. А сколько тут? 16 на 9, да? Тут, значит, смотрите, 27 сантиметров – это длина, 16 – это ширина. И по высоте он 40. Да, 40. Сейчас, я все правильно сказал? Да, 27 – длина, 16 – ширина, 40 – высота. Как бы тут шевпэха, тут рельсы, тут все надежно. Матрица LCD какая-то. Матрица LCD 6K. То есть, печатает он реально очень... А, и самое главное, она монохромная. То есть, как бы, этот принтак, он вообще для ваших целей просто вау. То есть, захотите, там, не знаю, печатать какие-нибудь модели автомобилей в масштабе, там, 1 к 8, он это сделает. Хотите печатать здоровенные скульптуры, он это сделает. Вот, Валера приведет вам мой личный кейс. Это, как бы, башка от статуэтки, которую я печатал, вот на этом принтере. Она высотой 90 сантиметров, ребят, 90. То есть, типа, вот такая вот эта скульптура была. Такое на обычном принтере, ну, как бы, вы это не сделаете. Или вы сделаете, там, с кучей каких-то микросклеек, швами и т.д. Сколько часов заняла вот эта печать? Вот эта печать заняла 20 часов. Ну, то есть, как бы, это слой 0, 0, 3. То есть, я печатаю на качество. Я вам могу сказать, что вот в полную область, вот прям в самый максимум, я действительно печатал, вот для, это самое, для фигурки. Вот там печать составляла 80 часов. Ну, то есть, это до хрена. Это, считай, вся высота, да? Да, максималка. Вот. А есть таймлапс? Я, кстати, пей, этой вот 80-часовой печати. У меня есть таймлапс 60-часовой печати. 80-часовой, к сожалению, нет. Зальем куда-нибудь таймлапсы. Да. Стефану, чтобы вам показать. Да. В общем... И ссылку оставим в описании. Да. И что самое последнее я вам хочу сказать, то, что как бы сейчас, пока на этот 3D-принтер собираются предзаказы, то есть, если вы вдруг там заинтересованы, вы его можете оставить. Вот. А чтобы как бы поднять ваш интерес, если вы проживаете в городе Москва, если вы захотите действительно посмотреть, как печатать трекс, то вот я оставляю эту голову в офисе. Вот. Вы ее можете посмотреть, потрогать, пощупать, там, не знаю, убедиться, что все линии четкие. Это действительно сделано на этом 3D-принтере. Я специально не убирал поддержки, чтобы вы там не думали, что я это там где-то подшкурил, что-то я там, не знаю, намудрил с ним. Нет. Это действительно вот голова, которая была напечатана здесь. Так что приходите, смотрите. Если вам понравилось, не знаю, то, что мы там сегодня для вас подготовили, если вы считаете, что это видео было для вас полезным, то, там, пожалуйста, как всегда, уничтожьте меня в комментариях, напишите, что я ничего не понимаю. Ну, с вами, как всегда, был Стефан и Валера. А на сегодня у нас все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на этот и другие наши YouTube-каналы и аккаунты в других социальных сетях. Пока. Пока. А, кстати, Валера оставит же там, наверное, ссылки на меня. Если у вас там реально будут какие-то вопросы, ну, вот вообще, прям, не стесняйтесь, пишите мне в Инстаграм. И подписывайтесь на... Ну, подписываться там уж как хотите, но, по крайней мере, люди не дадут соврать, что все там, кто после видеороликов как-то мне писали, я всем отвечал. То есть, пожалуйста, пишите, я вам расскажу, кидаю таймлапсы. Я писал. Да? А, да? Ну, в смысле? Что? Что? Мы связались и действительно ты мне отвечал, и вот мы записываем это видео. Ладно, и закончим это тем, что самое время забыть все, что мы вам сказали. Поэтому... Удиви.